По версии ветеринарного надзора, случай с заражением молока произошел в Атюреве. Местный молокозавод принял три тонны продукта, который, как считают инспектора, был заражен ингибиторами. Приехали потом на место проверять это молокопредприятие Атюревского района. Проверили, факты подтвердились. В журнале было написано СПСБ Барской. Потом сориентировались они, заштриховали эту надпись. Инспекция установила, что на приемном пункте закупили молоко без сопроводительных ветеринарных документов и не проведя положенных анализов. А ведь проверить молоко на ингибиторы совсем несложно. Для этого используется КОПАН-тест. Вскрываем пломбу, специальной пипеткой наливаем туда несколько миллилитров молока и оставляем на три часа. Затем смотрим, какой получится цвет. Если желтоватый, значит все в порядке. Если сероватый, значит ингибиторов мало. А если молоко не поменяет цвет, значит дела плохи. Ингибиторы – это вредные народные вещества. Продукция химической промышленности, попавшая каким-то образом в организм животных. В данном случае, по версии проверяющих, это произошло в результате лечения коров антибиотиками. Все материалы переданы в Следственный комитет при прокуратуре. Ведь дело не шуточное. Выпив зараженное молоко, человек может заработать аллергию, нарушается и иммунитет. С молоком, которое мы купили в магазине, спустя три часа все в порядке. А вот что с той партией Атюревского? Сейчас это устанавливает проверка, которая проводится Краснослободским межрайонным следственным отделом. Николай Кучканов, Владимир Надькин, Ирина Белова, Вести, Мордовия.